Виновен. Обвинительный вердикт вынесли единогласно шесть присяжных заседателей. В Серпуховском городском суде впервые рассматривалось уголовное дело с участием обычных граждан, не имеющих юридического образования. Суд приговорил Пашинцев Анатолий Владимирович признать виновным в совершении преступления, посмотрев на часть 101 ст. 105 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Обычное завершение любого судебного процесса – вынесение приговора. Особенность этого, длившегося в Серпуховском городском суде более месяца, в том, что в нем принимали участие присяжные заседатели. Ходотайствовал об этом сам подсудимый. Почему в данном конкретном случае адвокат и ее подзащитные хотели, чтобы был суд присяжных? Они полагали, что будут говорить о вещах, которые влияют, по ее мнению, на формирование мнения о случившемся. Но закон прямо указывает, что присяжные заседатели устанавливают только фактические обстоятельства. Суд присяжных в России стал упоминаться еще со времен правления Екатерины II. В 2016 году был принят новый закон о присяжных заседателях, который существенно расширил круг их полномочий и подсудных им дел. Начал действовать данный нормативно-правовой акт лишь с 2018 года. Итак, суд присяжных – это одна из форм судопроизводства по уголовным делам, при которой определенный круг вопросов относительно виновности или невиновности обвиняемого решают обычные граждане, не имеющие юридического образования. Вопросы квалификации содеянного, наказания и разрешения гражданских требований в рамках уголовного разбирательства остаются в ведении профессионального судьи. При вынесении обвинительного вердикта большинство заседателей должны утвердительно ответить на вопросы суди о виновности подсудимого. Именно так и произошло на первом в истории Серпуховского суда процессе с участием присяжных заседателей. Необычность, сложная задача о том, что человек, сидящий на скамье подсудимого, говорит, да, я нанес три удара ножом. Но это не убийство. Я говорил о том, что, на мой взгляд, преступление было таким образом, что в ходе конфликта своим ножом он нанес эти три удара. Адвокат говорил о том, что нет, что нож был у потерпевшего, что он вырвал, что его до этого избили, ну и так далее, так далее. То есть человек активно защищался, защищал свою жизнь. Ну вот присяжные поверили обвинению. Самые сложные и длительные разбирательства ведутся, когда убийство совершается якобы в целях самообороны. Как утверждает адвокат подсудимого, в данном случае Анатолий Паршинцев боролся с напавшим на него жителем Таджикистана. Позиция защиты была о том, что это была самооборона, поскольку был определенный конфликт. Есть свидетели, которые говорили о том, что человек на него первым нападал. И защищаясь, человек выхватил у нападавшего нож и сам нанес ему удары, отчего впоследствии в течение часа, через час человек умер. Но, видимо, доказательства версии самообороны не убедили присяжных заседателей. Советникам юстиции, юристам с большим опытом Евгением Камышовым мы говорили и о минусах, и плюсах этой системы, которые создают вокруг нее дискуссию, длящуюся уже не одно столетие. По статистике, более трети всех жителей России склонны доверять этому институту. Это значит, граждане полагают, что суд присяжных честнее. И здесь мнение независимо. Законодательством страны закреплено, участие в суде присяжных является долгом каждого гражданина. И это большая ответственность за судьбы других людей. Все зависит, наверное, от того, кто пришел в присяжные, насколько человек готов к этому. Просто надо формировать общество. Не все уголовные дела можно рассматривать с присяжными. Стыдно убивать, стыдно воровать, стыдно насиловать, стыдно торговать наркотиками. Но почему-то вот в нашем обществе до сих пор не стыдно укрывать налоги. Не стыдно совершать экономические преступления. И, наверное, такие вот уголовные дела, как буквально нет, уплаты налогов в особо крупном размере. Правильно, что их не рассматривают, так скажем, с участием коллегии присяжных заседателей. С участием коллегии присяжных заседателей рассматривали только незначительно небольшая группа дел. Но это дела об особо тяжких преступлениях против личности. Что касается первого дела, которое рассматривали в Серкуховском городском суде с участием присяжных, адвокат подает на апелляцию в надежде, что у областного суда после дополнительного разбирательства будет другое решение.